Почему они могли приходить только в сумерки? Мир весь какой-то сумеречный. Там яркого света, в принципе, и нет. Яркого дневного света не видно. Небо всё как затянуто чем-то, как поволокой какой-то. Только бывает, когда совсем темно, а бывает, когда немножко светло. Почему они только ночью приходят и только в сумерках поздних? У меня опять как стягивает всё. Начиная с задницы, вот копчик. Как за ноги вытаскивает. В руках какое-то, как ружьё или палка какая-то, чем-то отбиваешься от них. Они тащат тебя за ноги, а ты стреляешь в тех, которые тебя тащат. Они поворачиваются и как-то начинают как рык. И дальше идут. Придавить мозги, да. Он как разрывает, а потом они всё это начинают. И дальше идут. Ты в них стреляешь, а им пофигу. Они дальше идут. Вот они тебя тащат спиной. Ты на спине, а они тебя за ноги тащат, утаскивают куда-то. Вот как-то картинка настолько ясная пришла, вот это, когда тебя тащат. Спиной, головой, вот по каким-то булыжникам, камням. Да. Блин, на лице орки, блядь. Тут каши непроходящие. Они сожрали меня. Они, ну вот, внутреннести. Не ноги, руки они грызут, а внутренности. Не души грызут, да. Да. Зубы такие ужасные в крови, в мясе, во всём. Вот теперь точно никогда мясо. Ну, я его и так не ем, в принципе. После такого бы никогда не ела, если бы увидела. И мне какая-то баба жрала первая. Куда не появились-то твари? Вот смотрю, почему у меня кашель не проходит. Вот это морда вылезла. Провал вот. По сням. Смеряй, туда и вот она. Её маду козвали? Понятия не имею. Но почти год, как люди. Паба. Говорю. А, а. Нет, там общения не было. Там у них терпатия. Рык терпатия. Они пробивали вот так. Мы их как-то называли. Мы их неурками называли как-то по-другому. Они на два или на три подвида тоже делились. Они не все одинаковые были. Там у них какая-то была не иерархия. Наверное, может, даже иерархия. Вот эти вот, они больше как люди. Они такие голубые. Бледно-голубые. Они бывшие люди, трансформированные. Угу. Это, скорее всего, там большие такие гориллы были. Большегорные. Они не опасные. А вот эти, это мутация. А этих не убьёшь. У них мутация. У них стреляешь. У них магия. И они дальше идут, да. У них магия какая-то. Они как в силовой щитах. И были большие такие. И были эти. Угу. И возможности, скажем так, были. И просто какие-то силовые поля. И как сквозь пространство проходили. Чей ашрам там был на лице? Большой. Ну, может, от них. И глаза, может быть, не было. На целый, вот на пол лица, вот так вот, как проходил шрам. Века было, глаз был, но опущено века. Вот знаешь, как. Неправильно свернулось. Да, да, да. Это было у тебя. Мало хотел умереть, но долго не умирал. Чего это за странная планетка? И когда это нахер закончится? Слушай, там разрухи самые. Там все полностью разрушено. Там была когда-то цивилизация неплохая. Они не деге. Потому что там строения были. Типа вот наши, вот допотопные. Там замки красивые были. Знания, магия. Похоже на мир орков. Вот как в Warcraft. Вот знаешь, как... Мир людей, орков. Вот этот вот мир. Не играла никогда в Warcraft. Вообще даже не знаю, что это. Но знаешь, что игра, но... Знаешь, здания были, вот как у нас, допустим, фильмы старые. Ну, вот эти фантастика или картинки фантастика, как рисуют Атлантиду. Как наши, допотопные, да? Да, вот такие здания там были у людей. Откуда-то эта гадость пришла? И пошли мутировать. Впечатление, что пришла не эта гадость. Пришла какая-то гадость, которая другая. А эти... На нее среагировали? Нет, это не та планета. Это не та планета. Они не с той планеты. Они тоже пришли. Потому что сейчас говорю, меня отклоняют в сторону. Не жители, а не той планеты. Не люди. Они тоже пришли. Уже там и люди пришли, получается? Нет, нет. Я условно люди, это те, кто... Ну, вот тебя вижу. Там жил, да? Да. Ты там была? Полоски такие большие на... Вот тут высоко, вот так как-то, как резинки почему-то. Ножами в них можно было швырять, стрелять нет. Стрелять можно было, это их задерживало. По тем, которые большие, можно было стрелять. Потом, какие маленькие, нужно было как ножом зарезать куда-то. Воткнуть, как вот сюда куда-то. И тогда можно было его убить. Ну, в ближнем бою. А стреляй, не стреляй, пофигу, они восстанавливались. У них магия. Да, да. А какими-то ножами можно было пробить. Они такие небольшие, вот такой примерно лезвие, вот такая. Вот здесь затыкали себе этих ножей куча. Они вот так торчали просто внутрь. Тут как патронтаж, только почему-то на руке. Не вот здесь, а вот на руках. На одной и на второй руке вот так вытаскиваешь. Наверное, чтобы быстрее. Быстрее. Даже поверх, не курточка, а какая-то теплая одежда. Сверху вот эти вот. У них силовое поле. То есть нужно сначала проникнуть. Живое ткань могла проникнуть. Руками продавливало это поле. И там вот вытаскивая внутри уже. Извне как бесполезно. Почему и стрелять бесполезно? Как все вязло. А не в каком-то другом мире. Полу... Здесь, полу там. Вообще как масоны. Они откуда-то приходили. Только масоны, ну они же так, а эти на физике откуда-то приходили. Как это раскрывалось пространство, вечером только, ночью только открывалось пространство сумбрак. И они выходили из другого пространства. Они не были жителями той планеты. Точно. Увидела. Не было. Да, было. Волосы собраты сверху. Вот тут хвостик высоко-высоко. Вот тут прям на макушке почему-то. И длинные, как коса какая-то или заплетеные. Не мешают, чтобы волосы... Волосы темные. Вижу себя. Мужики какие-то рядом. Много. Как отряд какой-то. Может, человек восемь-десять. Не вижу, чтобы там сотни были. Группировка какая-то. Там больших армий не было, да? Мы почему-то втроем. Остальные в кучке спят. А мы сидим втроем. Я, ты и... Ну, мужик какой-то сидит. Мы втроем сидим. Женщина какая-то есть среди тех восьми. Но женщина намного старше. Ей, ну, по сути, если нам там лет около тридцати, ей около шестидесяти. Но подвижная. Не такая бабка рухлядь. Подвижная, просто сильно морщинистая, старая. Помнит еще то, что было раньше. Но, наверное, и мы помним то, что было раньше. Но она какая-то как вот морщинистая, морщинистая. Но она с нами, эта женщина. У нее волосы то ли светлые, то ли седые уже. Она там спит вместе со всеми. Вот их там пятеро, по-моему, спит. А мы вот сидим. Мы как часовые какие-то. Или наша очередь сторожить. Втроем сидим. Вот так я. Тут сбоку ты ко мне спиной. И тут сбоку еще один мужчина. Здоровый, такой здоровый спиной ко мне. Мужчина лет около сорока. Наверное, тебе плюс-минус тридцать. Наверное, больше чуть-чуть. Из-за шрама трудно понять, сколько. Зая, кого-то звали. Зая — это женское имя. Это Илья или эта женщина? Кто из нас Зая? Наверное, женщина — это Зая. Я к ней обращаюсь так. Костер разжигать нельзя. На огонь. Они чувствуют инфракрасное излучение, тепло какое-то чувствуют. У них открываются порталы туда, где тепло. Они как, знаешь, они как смотрят на нас и видят. Они нас не так видят, как мы на самом деле выглядим. Как вроде смотришь в тепловизор, они нас так видят. И тепло видят вокруг. Поэтому нужно, чтобы днём можно спать и можно костёр днём. А ночью ничего нельзя. И нужно, чтобы давно нельзя. Чтобы остатки костра этого их не привлекли. Или переходить в другое место. Постоянно как туда-туда переходить. Нельзя жить в одном доме каком-то, чтобы там тепло, чтобы там жить. Они не искали, они чувствовали, где люди, где тепло. И туда приходили. С ними невозможно было бороться. Они как глубь льда синего. Сизого. Да. Одежды много и перчатки даже. Вот пальцы только открыты. Где только можно, закрывали. Чтобы поглощать тепло, чтобы они нас не видели. Почему-то одежда какая-то, которой я скрывала тепло. Что такое? С ними довольно тёплый. Ну как вот? Не холодно. Но не жара-жара. Но градусов там, ну, условно 20-23, вот не больше. Было даже похолоднее, мы как-то в горы чуть-чуть. Да, но не мороз такой прям, чтобы минус 40. Да, 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 да. Хотя был снег. В горах где-то было что-то. Там, где мы были, не было. Но внизу ботинки на ногах, высокие ботинки. Голеностоп закрывает. Как военные берцы по типу. Брюки. Полный развал буквально за 30 лет. Есть. Мы как вот чуть ли не, ну, второй или первой даже поколение. Развал. Мы, первая баба, которую я говорю, Зея, она помнила тот мир. Время без них, да? Да, да. Она помнила тот мир без них. Она нам много рассказывала. Эта старая женщина. Она чуть ли не, ну, не одна, кто выжил, но немного выживала. Чья она мать? Какая-то мать. Или просто старая женщина. Да, и мы к ней так обращаемся, как вот мать. Великая мать. Что-то такое, да. Обращение. Обложил воспоминания о пандах. Думаю, потом. Нет, плющет, плющет это всплыло, да. Черноглазые. Нет возможности объединиться людям. Люди постоянно разгруппироваются. И даже если соберется там больше, это остаточное тепло большое. Их тогда еще больше приходит. Нельзя людям по многу собираться. Вот такие группы человек 5-8 там, ну, условно. Больше нет. Усталость большая днем 4 часа, 5 часов, когда можно спать, не больше. А потом в сумерки и спать трудно. Нельзя спать, они приходят. Сыро. Мы убежали, да. Вообще в этой земле. То есть из городов нас выгодили. Лежите они. Кто такие? Они как штурмовики. Вот мне идет, они штурмовики. Они те, кто зачищают. Но они ли живут? Я не вижу там остатки цивилизации, чтобы кто-то пользовался благами цивилизации. Этого нет. Там нет цивилизации. Никто не пришел, чтобы сказать, Землю там, ну, ту планету разграбили, и кто-то начал жить другой. А никто не начал жить. Это просто уничтожение. Чистое уничтожение. Не для чего-то, а для уничтожения. И все. Как кормовая база. Под пространство другое, да. Их найти нельзя, потому что их нет. Они как в другом пространстве. Где холодно. Кто-то открыл им ворота. Эта старая женщина рассказывает, что кто-то открыл им ворота. Через какие ворота они начали приходить. Эти ворота нельзя было открывать. Нужно их перекрыть или взорвать эти ворота. И тогда доступ полный прекратится. А вот ворота эти закрыть нельзя. Огромное соображение. Такое, реально, как ворота какие-то. Они, наверное, метров десять. Шлюз, ворота, что-то большое. Обнесенное вот чем-то. Много-много. Туда пробиться нельзя. Там эти большие, как гориллы, их много. И там еще что-то. Люди туда не идут. Если это взорвать, какая-то связь между пространствами нарушится. Большие, большие заклепки железные. Почему мне так легкие болят? Они сожжают там? Больно очень. Больно очень. Они разорвали грудную клетку. Они разрывают. Но там еще, я вот смотрю, когда мы там ходим, сыро и холодно, кашель, температура. И постоянно как нету. Ни таблея, так, ни лекарства, ничего нет. У меня там постоянно кашель был. Это хронический паршют. Хронический, ничего нельзя. У тебя, как знаешь, вот здесь зажило, что-то торчало в груди. Ни осколок, ни коготь. Что-то торчало, и оно тебе болело, но никто не делал операцию, чтобы вырвать это или вырезать. У тебя вот как болело. Вот тут осколок чего-то остался. Вот прямо тут вот тут. Прямо руками вот проводишь, под кожей чувствовалось. Оно как торчало между грудью. И рубец сверху большой. Пугать чей-то. Какие вряд ли у кого-то в живущем? Нельзя было. Наверное, это и большой бизан, и не этих серых. Его нельзя было убрать. Там ослабленный какой-то. Может, после этой стычки. Да. И лицо разорвано у тебя. Скорее, это обезьяна на тебя и напала. Лицо разорвано. Вот шрам такой. Не ровный разрезано, а вот такими вот зигзагами шрам. И зажило плохо вот так. И грудь у тебя разорвана, но зажило немножко. Розовый шрам. Раздеваться нельзя. Засекут, да. Засекут. Уходить надо. Идти туда нужно. Ты хотела найти, но нет возможности найти людей. Ты понимаешь, что не соберешь никого. Нужно самим. Эта женщина, она старая, и она больше обуза, чем помощь. Хотя и подвижная. Но не бросишь же ее. И мужик какой-то был тоже такой в возрасте. Он подвижный, но тоже старый уже, как кто-то с ней, с этой женщиной. У него уже лысина большая, такой он как лысый. Глаза такие впалые. Старый мужчина. Тот, который возле нас большой такой, сидит крупный мужик. Ты не слишком такой крупный, обычный. И ходишь, вот немного плечи опустил. Если ровно, то вот здесь натягивается и болит. Я вот тут боль. Туда нужно зайти только. То они рассказали, что через ворота прошли. Вот эти двое старых людей рассказали, что эти прошли, когда ворота открыли. Это не было вторжение. Это было как предательство или обман. Они пришли как с дарами какими-то. Знаешь, как построили что-то для блага, а потом как дружба, встреча, благо, разные цивилизации. Хорошо. Их приняли и позволили. Эти ворота они строили. Это не древние ворота той цивилизации. Это как знак мира. А потом через эти ворота вот эти начали приходить, когда было установлено добровольно знак между ними. Обмен какой-то. Все радовались. Зая это говорит. Все радовались, когда они пришли. Мир был очень красивый и дружелюбный. Больше тысячи лет не было воин. Никаких. Мелкие, да, крупных не было. И расцвет какой-то. И вот расцветы эти пришли. Да, больше тысячи лет нет войны. Нельзя пускать чужих. Как нельзя? Все верят. Эта женщина говорит, что говорили, что нельзя пускать чужих. Не слушали. Они были так неуязвимы-то, да. Тут у меня чужая энергетика прямо как борт. И она выпивала силу. Часть тяжелая. Тебя она болела? Ты ходил вот так вот руку? Она выпивала силу постоянно. Вот руку вот так держала постоянно. Вот ты скрыла и держала это. Она как выпирала. Она по всем жизням идет. Да, мне около 30 было. У Алекса это не успело проявиться. Любила тебя? Не без этого. Записи. Наверное, мы как-то отношения... Не без этого. Обычно. Хорошо. Не знаю. Во всяком случае, теплые отношения тебе больно. Мужик этот, обычный мужик, брат, почему-то брат. Название такое, наверное. Нужно пройти к этим воротам. Это было совсем недавно, Ман. Это боль только у Сталина, как эхо. старше он стал. У Алекса не было, он не зацепил. Не между воплощений, не между Алекса и Сталина. Но рядом. ножей вяжу, без рукоятки. Там утолщение, они из органики какой-то. Там, где выше, там утолщение, а дальше просто острое. кости кости какие-то. То, чем их убивать. Вот здесь прям один ряд, второй ряд, вот так они запкнуты, вот так были, торчали. Это сверху застегивалось, как на руке. Это мир магии, это хрен знает где. Это на том же уровне, почти где земля, но он знает где вправо. как мы туда залетели-то? Фиг знает. Матрица, технический мир, слева, на грани и мы не так возвращались. Это следующий виток. Заход на следующий виток. Сразу в хаос следующий виток. Долго туда шли, Илья, ночью идти нельзя, ночью нужно просто сидеть и переждать. Днем можно идти, но нужно спать. Поэтому мы ночью там люди спали, а мы охраняли по очереди. Нужно было спать, чтобы днем можно было идти. И почему-то дорога под ногами, вот знаешь, как земля такая раскисшая идешь, трудно, вот ноги осыпаются постоянно как идешь и постоянно соскальзывают ноги, идешь и соскальзываешь. Там долго нужно было идти. Где-то эти, которые пожилые, да, мужчина и женщина, они вдвоем. Я не знаю, то ли они, ну, я не вижу такого, как семья там, или что-то. Они вот просто с нами. Они знали немножко, где, в каком месте, но они не совсем знали. Это примерно 25-28 до 30 лет. Мы следующие поколения тогда еще рождались. Эти ворота нужно как-то подорвать к ним. Нужно подобраться и подорвать их. Если эти ворота будут подорваны, тогда все будет уничтожено. у этих почему-то не будет возможности как сочиться в наш мир. У этих серых. А обезьян вот этих здоровых, ну, это не обезьяны, кто-то, их можно перебить. А, они просто под психоконтролем психологически. Это не страшные, вот эти серые, вот их нужно. Они просто чем-то как-то похожи, поэтому они смогли взять под контроль. Ну, как мутанты, вот эти голубые, белосини. Короче, мутанты. Они как-то щелкают, они не говорят между собой, у них рык, крик, и как-то вот как трещат, крякают что-то. Звук такой очень неприятный, но они между собой общаются на этом, на этой трескотне какой-то. Вообще не так, как люди говорят. Люди, ну, мы во всяком случае. за три месяца туда дойдем. Раньше не получится. Ничего, три месяца это недолго. Не знаем дорогу, куда идти, просто знаем направление, условно там на север, условно там в ту сторону, по той звезде, знаешь. Долиня. Да, вот как пройти какое-то туда-туда. Почти не осталось людей. Да, что-то это за фигня такая. Они были везде. Да, резко. Да, и главное, что нет возможности собрать армию, чтобы с ними бороться, потому что нельзя много людей. Тепло идет, его не скроешь. И армия против армии только. Они не армия, они просто приходят группами такими и оттаскивают по одному в какой-то туман сизый. Впечатление, что один, максимум двое, больше они не берут за один раз. Даже если там будет группа людей, они всех сразу не убивают. Незачем, это у них охота. Не цель, чтобы всех сразу убить. У них еда. Пришли, пообедали и пошли. У них нет цели всех там за один день сожрать. Их тоже относительно немного. были против. Да, или к воротам нам нужно идти. Их называли ворота. Как-то вот, ну, синхронизация с этим словом. Как-то может по-другому, но больше всего то, что подходит. Да, там кристалл еще какой-то как светится прям синий, сизый. Нужно было подорвать. Это был их подарок. Это не наша цивилизация строила эти ворота. Это был их подарок знак доброй воли. И эти кристаллы это вход им, вход им, возможность взаимодействия. там бой был возле этих ворот. Дошли все-таки, да? Дальше не помню. Не помню вот боль в груди. Я помню эту бабу какую-то с зубами. даю. Как-то убежал. Я помню первый, вот где меня, видимо, это кто останется живым. Тому нужно пройти между этими двумя кристаллами, встать и подорвать. Кто останется живой? Есть какая-то? Моги самим повесилой. Замкнуть? Да. Такие условия. Кто-то отвлекает на себя, а кто-то проходит и подрывает. эту женщину, которая старая была, ее утащили раньше всех. Почему-то мы не смогли ее отбить. Вижу, когда ее тащат. Где-то на пол пути. Больно. Почему-то привыкли, наверное. Ее, может, любили. может, она какая-то, не знаю, кто она, как любила ее. Память, да. Потому что, когда ее забрали, мне очень больно. Ее нет, я не плачу. Но больно. Нас раньше было 13, а потом как-то очень быстро стало меньше, осталось 8. И так 8 было долго-долго. Удачливые какие-то. А потом вот ее не стало. А к воротам пришло вообще 5. По дороге еще потеряли двоих, кроме этой заи. Мужчина, который старше остался, тот, который возле нас сидел, здоровый такой мужик, он тоже остался. Ты есть, я есть. и еще какой-то я не пойму, нашего возраста. Нам около 30. где? Наверное. Еще один, вот у нас пятеро. У нас есть что-то, как таких пакетиках. Его много, но ты говоришь, что хватит. Нужно каждому куску. Оно похоже на пластилин, но оно типа взрывчатки, но что-то вот кусок глина, пластилин, что-то пластичное такое на вид. Я не знаю, что это. Как на куски? и кто дойдет. У каждого, как кто-то на себя отвлекает, а кто-то, кто сможет, пробирается туда. Мы возле этих ворот, я вижу, несколько времени, дней пять или шесть, со всех сторон обходим их и смотрим. Глаза болят и спать боимся. Мы почти у их логова там их много. Они не боятся нападения, они не думают, что кто-либо, но они охраняют, эти огромные животные охраняют. Они большие. Эти серые там тоже есть, они щелкают, приходят, уходят, там как не знаю, что. Они появляются, мы изучаем долго там, неделю, да, ну, пять-шесть дней со всех сторон, вот, смотрим. да сколько можно. Нужно идти, но ты говоришь, постойте, как распорядок дня какой-то изучали, и кушать уже нечего, с собой невозможно много взять, и там нечего жрать. Какие-то сухие такие, как палка, спрессованное что-то, вот, замотанное, как в тесто, его можно отломать кусок и есть, и оно такое твёрдое на зубах. Этот мужчина жалко, он кушать не может, у него плохие зубы, которые с нами, старые. Как, знаешь, какие-то, условно говоря, злаки какие-то, смешанные просто и так грубо сделанные, походные, походные что-то, да. Там огонь не жжём, там нельзя огонь. Будем идти в какой-то день, не в ночь, в день мы будем идти условно полнолуние, когда дольше всего видный день и меньше всего сумерки. Это не полнолуние, это что-то другое. Состояние типа. Я, да, я не совсем мы к нему спешили, к этому дню, нам нужно было быстрее прийти и когда пришли, нам нужно было ждать, чтобы время было больше. Они были, не приходили, когда более-менее светло. Да, я вижу этот бой, Илья. Если это бой можно назвать, сразу пробирались как по-пластунски, они нас заметили. ты на себя отвлек? Может быть. Кому-то лупил, все же помню. Тебе больно, ты бежать не можешь из-за этого. Вот. Тебе больно. Ты вот бежишь, а они за тобой. И рык такой прям невозможно слушать. И они бегут. Деда этого, который, ну, самый старший среди нас был, его как-то на месте почти разорвали. ты просто глянулся. В чем эти не взорвали взрывчатки? Нет, нужно было пройти туда внутрь. Да, но если это взрывчатка была, или это что-то другое было. Я не знаю, я вижу, как пластилин чуть черные или серо-коричневые такие темные, не такой, как угольно-черный, а как серо-черный, вот такие пластинки какие-то, или как замотано что-то. Я не знаю, что-то. Нужно пройти туда, нужно внутрь разрушить не снаружи вот это строение, иначе оно бы ничего не дало. Нужно именно туда пройти внутрь. Вот мир условный и там взорвать. Да, и там взорвать. Этот парень, который молодой, он такой спокойный, просто стреляет, стреляет. Теплый этот парень. Этот парень теплый, бледный совсем всегда, и такой спокойный, меланхоличный, теплый, и просто вот стреляет, стреляет, стреляет по всем, и так спокойно. И этот, который здоровый, жив, где-то уже нет, ты бежишь, ты понимаешь, что сейчас тебе нужно. Давай устанавливай лопис.